Друидам луны хочется бить очень больно и выдерживать больше урона. Для этого можно замультиклассироваться в варвара. Начинаем с друида до второго уровня, потом один варвара и получаем такие плюсы. У нас много жизни от животных друида. С яростью мы получаем в два раза меньше урона от физики. Наши атаки наносят больше урона от бонуса ярости. Защита без доспехов от варвара даст нам чуть больше класса доспехов. И, конечно же, немного минусов. Нельзя держать концентрацию. Поздно будем получать большие ячейки. Первые два уровня мы просто друид. На первом уровне включаем страх волшебника от наших маленьких хп и кастуем за спинами своих товарищей. У нас нет крепости и сильных ближних атак, чтобы стоять в первом ряду. На втором мы берем крукуны и теперь можем с помощью животных как-то драться в первых рядах. Там нам уже доступен первый уровень опасности. Лютые волки, медведи и подобное. Способность дикого облика позволяет нам использовать хп существ, в которых мы превращаемся. Таким образом, мы не тратим свои жизни, что делает нас хорошим танковым персонажем. У бурого медведя, например, 34 средних хп. Мы можем превращаться два раза, что на втором уровне дает нам почти 70 эффективных жизней, не считая наших родных. Также у животных бывают интересные способности, позволяющие разруливать парочку энкаунтеров. Неплохие атаки, но слабая защита. Поэтому жизни много, конечно, но они заканчиваются чуть-чуть быстрее стандартных. На третьем уровне мы берем мультикласс варвара. Из-за этого мы не получаем ячейки второго уровня, но сейчас усиливаем другой момент. Теперь наши 34 хп медведя в ярости имеют сопротивление. И технически против физического урона это выходит 68 эффективных хп. То есть мы впитываем 68 урона от только одной формы. При этом мы можем использовать защиту без доспехов. В таком случае мы получим 10 стандартных плюс 3 от модификатора выносливости на медведя. Итога 13 вместо 11 стандартных. Небольшая прибавка, но это все-таки дополнительные 10% на промах вражеских атак. С общего третьего уровня до общего пятого мы будем очень эффективными. Дальше чистый друид будет чувствовать себя лучше из-за заклинания призыв животных. Так он сможет получать больше эффективных хп и с помощью большего количества животных контролировать большую область поля боя. И до седьмого уровня мы никак не улучшаем свои способности танка, что грустно. Но лучше колдуем всякое, что тоже вкусно. Хотя немного не то, ведь в ярости мы не можем поддерживать концентрацию, использовать заклинания, а вне ярости нам не хочется стоять в первых рядах. Зато на седьмом уровне мы получаем формы от второго уровня опасности. Атаки животных становятся мощнее, хп и кд еще больше, и мы снова сильные и крутые. А дальше такие же качели. Полтора уровня с новыми животными мощно, полтора уровня грустно. Альтернативным вариантом это прокачаться больше в варвары и получить подкласс. У нас станет больше родных жизней, а сверху дополнительные плюшки. Тотем медведя даст сопротивлений больше. Берсерк позволит нам бонусным действием атаковать. Духи предков дадут больше контроля по врагам и так далее. Также есть похожий вариант развития друида через монаха, но мы о нем поговорим в других возможных видео. По итогу получается друид с очень интересным образом. В числовом варианте он чуть слабее именно оптимизированного, полного друида, но все равно имеет интересные возможности и большую плотность, что является отличной идеей для персонажа. Если же у вас есть какие-то мысли по поводу этого билда, то пишите их в комментариях. Подписывайтесь на Boosty для большей моей мотивации на подобные видео. Ссылки на текстовый вариант вы найдете в комментариях. И я люблю вас, целую, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok